Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное заседание университета рабочих и стандентов. Сегодня занятие проводит секретарь ЦК РХРП Славнев Олег Николаевич. Тема занятия «Актуальные проблемы рабочих и стандартов». Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые товарищи, на прошлом занятии на аналогичную тему, касающуюся, конечно же, самого главного в движении рабочего, мы довольно подробно рассмотрели тактику фронта, которую использует коммунистическая партия Греции, сумевшая сплотить классовые рабочие профсоюзы и организации, признающие необходимость классовой борьбы как таковой во фронт, сигаретический боевой рабочий фронт, в который, в свою очередь, ходят другие организации трудящихся, не только рабочих, но и самозанятых, и трудящихся, эксплуатируемых и так далее. Мы с вами на примере, который показывали организованные действия греков, теперь уже можем оценить и действия других, с вами с ними действия других отрядов рабочего класса Европы, менее организованных, но имеющие большие профсоюзные и предъюнические традиции. Мы, конечно, понимаем, что в этих других странах не коммунисты сегодня ведут, сплачивают вокруг себя трудящихся, ведут боевые отряды рабочего класса, и поэтому движение в других европейских странах не столь организовано, но и, главное, не так направлено против существующего эксплуататорского общества, против правительства и стран, как это имеет место в Греции. То есть мы видим, там, где коммунистической партии удается стать во главу, вернее, получить доверие от трудящихся и стать по этому, значит, рулям движения, там удается прибавить сил, как сегодня случилось в Греции во время проведения выборов в местные муниципальные органы власти. Сегодня? Не сегодня, но на днях, когда там это произошло, 7 ноября. 7 ноября прошли выборы в Греции, как раз день праздника эволюции октябрьский, и, значит, на 3%, значит, с 8 до 11% увеличилось доверие трудящихся Греции к тому объединению на выборах, которые создала хум партию. На выборах в муниципальные органы власти в Греции нет партийных списков. Поэтому партия смогла создать объединение специально для выборов, которое и, в отличие от всех других партий, вернее, объединений, которые создавались другими партиями, значит, смогла набрать голосов другие, значит, партии и другие направления их потеряли и доверие утратили. Значит, это показатель. Это показатель, кстати, того, значит, как и для чего используют греческая компартия, компартия Греции, парламентские возможности. То есть используются для развития борьбы, значит, вне парламента, значит, используются для сплочения и прибавления сил самих трудящихся. Значит, большая популярность ПАМЭ, Всегреческого рабочего фронта, бесспорно, в Греции. Значит, и ПАМЭ ведь объединяется вот что важно. ПАМЭ, да, конечно, руководящая роль принадлежит товарищам, которые являются членами партии, но допускаются и есть такие примеры, когда и из буржуазных партий рабочие активисты участвуют во фронте, ведут свои первичные организации, значит, в общем строю, в общем фронте борьбы. Ну, это, значит, мы берем примеры, пожалуй, сегодня самые передовые, чтобы, так сказать, сверять и свои шаги, и свою политику по рабочим лицам. Значит, ну, отметим только, что в ПАМЭ состоит 300 тысяч человек, 300 тысяч человек, 11 миллионов населения Греции, да, 4,5 миллионов экономически активного населения. То есть это получается где-то 6% от экономически активного населения, да. Сейчас, когда мы перейдем к своим цифрам и к своей статистике, мы увидим разницу. Значит, что же у нас вот в России? Значит, при населенности населения 140 тысяч человек, такая средняя цифра, у миллионов человек, тому собой, 140 миллионов человек, значит, у нас экономического активного населения 70. Ну, так по статистике, так считают разные экономисты из статистики. Значит, 10, по некоторым данным 25, 25 миллионов, значит, работников состоит в системе профсоюзов ФНПР. Казалось бы, достаточно много, треть, да, почти, как еще считать численность самой ФНПР. Значит, но те профсоюзы, которые мы называем альтернативными, или которые они сами себе называют свободными, или рабочими профсоюзами, значит, их гораздо меньше. В КТР на данный момент 78, 70-80 тысяч человек, а в Федерации профсоюзов России 35-40 тысяч человек, в СОСПРОФИ от 20 до 40 тысяч, так, данную цифру дают. Значит, поэтому это, вообще-то говоря, 0,25 процентов. Это экономически активного населения, да, то есть очень мало. Значит, мы видим, что вот в таких условиях, в таких условиях, лучшие из профсоюзов, самые боевые, которые столкнулись не только с работодателем, с сопротивлением работодателя, но и с сопротивлением властей, значит, зачастую имеют полный набор представлений о том, на чьей стороне прокуратура, значит, суд, местные органы власти, как используются против них ОМОН, полиция и спецслужбы, то есть весь набор, значит, когда государство, значит, становится на стороны работодателя, весь набор средств классового противника на себе испытали. И поэтому имеют представление о том месте, значит, которое по отношению к рабочим занимает государство. Конечно, в случае, если ведется правильно разъяснительная работа, а это дело уже знательных, и, собственно говоря, дело коммунистов, значит, объясняют, почему это происходит, происходит, что это действительно не случайность, а закономерность в буржуарном обществе, значит, и такой опыт борьбы, значит, дает толчок, дал толчок, дал толчок, значит, к осознанию необходимости проведения политики своей, да, ну, назовем ее условно по отношению к политике, самостоятельной политике, лучше так называть. Мы с вами знаем прекрасно, что эта политика может быть, проводимая теми же, значит, ну, тридюнионами, профсоюзами, их лидерами, их представителями, она может стать красной политикой, как это случилось в Греции, по-настоящему рабочей политикой. Она может стать иной, она может стать буржуазной политикой. Тем более, что мы с вами знаем, что происхождение абсолютного большинства, за исключением защиты, значит, объединения рабочих профсоюзов защиты, значит, проходило в период контрреволюции, в период начала реставрации капитализма, и, в общем-то, являлись вот эти первые свободные профсоюзы, школой капитализма. Школой капитализма в стране, в которой уже разрушался социализм. И в некоторых случаях, если говорить политическим языком, то не по доброй, конечно, воле, значит, не потому, что разрушители такие были, тем более рядовые члены этого профсоюза, но, так или иначе, значит, разрушительный процесс в этом случае усилился. Почему? Если бы в руководстве этих профсоюзов сумели стать коммунисты, сумев получить доверие, чтобы в тех условиях было, конечно, трудно, ну, возможно. В том числе, да. То, наверное, не был бы, значит, результат действий, но субъективно-то справедливый протест был, ведь никто не может сказать, что протест, что рабочие протестовали беспочвенно, или там под влиянием какой-то пропаганды. Нет, конечно, те проблемы, которые накопились в обществе, и в общем, значит, состояние, когда рынок уже разрушал, сам рынок разрушал, значит, социализм, и в этой обстановке, конечно, официальная позиция партии и руководства страны, и заявления, которые делало это руководство, уже не соответствовали реалиям жизни, давно не соответствовали. Значит, и здесь, в период обострения, они проявились таким образом, значит, что были, значит, массовые организованные протесты, другое дело, что готовили руководители этих профсоюзов, конечно, при помощи тех структур профсоюзных мировых, международных, которые сами проводили буржуазную политику, через которые проводилась и проводится буржуазная политика в рабочем движении, и которые были заинтересованы в разрушении социализма, в СССР, безусловно, в том числе руками рабочих. Значит, это у них была не первая попытка, в Польше наиболее яркий пример. До этого, значит, и в Венгрии тоже предпринимались такие попытки, когда организованный рабочий протест направлялся против, в конце концов, против самих рабочих. Ну, это к вопросу о генезисе, значит, этих свободных профсоюзов, которые, повторяю еще раз, являлись на первом этапе школы капитализма и в своих программах и уставах, так об этом чаще всего и писали. Мы за реформу, мы поддерживаем команду Ельцина, как, например, это записано в уставе, РПЛБЖ было. Не знаю, по-моему, до сих пор еще есть, надо еще проверить. Но видел в собственных глазах. Вот, конечно, руководители еще не совсем состарились, и многие, а у нас так и остались, значит, руководить сегодняшними профсоюзными объединениями и первичными профсоюзными организациями. Конечно, они сами в себе уже несут заряд антикоммунизма. Правда, наверное, порядком подослабший, под ударами капитализма, и, может быть, все-таки, если они люди честные, то и сами понимают, что то, что было обещано, свободы, в том числе для деятельности профсоюзов, оказались не свободы. Значит, те права гражданские, которые декларировались, и за которые они дрались и боролись, значит, превратились в бесправие. Во многом мы это наблюдаем все больше и все чаще. Значит, поэтому, если люди все-таки добросовестно относятся и к своей деятельности, и более-менее объективно оценивают мир вокруг них, то они не могли не задуматься над вопросом, что верна ли была идея, верный ли тот путь, по которому они шли. А он, между прочим, сопровождался этот путь антикоммунизмом и в практической профсоюзной политике, когда, значит, коммунисты не допускались, когда противодействие со стороны руководства профсоюзов было преднамерено не допускать никаких, значит, никаких, ни других, не допускать никакой политической агитации. Все это со слов на самом деле буржуазии. Она именно в этом не заинтересована. Оставим себя на место буржуазии вот на эту, значит, на несколько моментов, и мы с вами признаем, что так и надо поступать, не допуская соединения коммунизма с рабочим движением. Так, в общем, начинали свою жизнь, свободный профсоюз в новейшей истории России. И поэтому, мы, если понимая, значит, эту опасную тенденцию, значит, вынуждены были преодолевать и искать пути преодоления вот этого отчуждения, в его разъединения партии и организованного рабочего движения, профсоюзного, в форме профсоюза, потому что, в общем, другого никакого не получилось. Опыт показал, что в таких условиях, в условиях относительно стабилизации капитализма, значит, организация рабочая, более-менимассовая, это профсоюзы. Ну, а раз так, значит, значит, вот, соединиться с борьбой профсоюзов. Значит, непросто это давалось, совсем непросто, и только практическая борьба могла разрушить, ну, хотя бы выбить какие-то кирпичики из этой стены выстрелной буржуазии и агентами буржуазии в рабочем движении, то есть предюнионистами, а лидерами профсоюзов, которые проводят либеральную политику в рабочем движении. Ну, тем не менее, значит, вы сами знаете, многие из вас принимали участие в этой борьбе. Оказалось, что это, во-первых, возможно, значит, во-вторых, трудно. Трудно и потому, что состав партии таков оказался, что не было опыта у партийцев, которые вполне понимали вот опасность разъединения рабочего движения с коммунизмом, но, тем не менее, опыта организации рабочих, опыта проведения согласованных, коллективных действий совместно с рабочими, такого вот опыта не было. Такого опыта не было. Массовое, значит, закрытие предприятий или деиндустриализация и стало быть увольнение даже во многом коснулись именно коммунистов, потому что, во-первых, их в первую очередь увольняли за агитацию, за политическую агитацию, которую они вели в тот момент при крайне невыгодном, значит, при крайне невыгодном расстановке классовых сил тогда, в период торжества контрреволюции. Значит, и по возрасту, и по возрасту они тоже первыми оказывались за воротами. То есть ситуация усложнялась. С одной стороны, находились точки соприкосновения с рабочими и, значит, моменты взаимодействия и общей борьбы. С другой стороны, состав, значит, все время получался в партии людей, не работающих по разным причинам, на производство. Да и большое количество интеллигенций, конечно, которые по убеждению тогда коммунисты, но, опять же, связи с классом не имели, и не так просто для них оказалось эту связь восстановить. Значит, тем не менее, значит, вот учитывая два этих факта, когда в настоящее время созрело понимание у лучших и передовых лидеров рабочих организаций предъюнионов о том, что необходимо проведение политики раз, значит, и закачалась стена недоверия, во всяком случае, сильно слабо, значит, коммунистам, поскольку практика показала, что эти люди не просто так, не просто декларируют некоторое светлое будущее, но и участвуют в сегодняшней тяжелейшей базе. Борьба тяжелая, борьба не раз. Значит, поэтому учитывая опыт с одной стороны лучших и современный опыт, допустим, той же ПАНА, значит, и других фронтов, которые там в Латинской Америке, например, существуют, но все же ближе нам этот, значит, и учитывая вот два фактора, о которых я предыду сказал, значит, партия предложила, выступила с инициативой создания такого красного классового фронта и обратилась к товарищам из профсоюзов. Значит, и мы с удовлетворением отмечали, и можем сегодня сказать, что мы не сдали позиции, значит, в том смысле, что товарищи, которые даже прошли этот путь по формированию фронта и, значит, ту работу по регистрации, которая прошла, и сам отказ, значит, в регистрации, ну вот, сейчас мы имеем отказ и идем на второй заход, нисколько не поколебал намерение, значит, идти в политику у самых худших, напротив, даже появилась некоторая политическая злость, ну, что в общем хорошо, это для сильных людей, сильным людям свойственно, значит, для слабых это может деморализовать, а для сильных, напротив, значит, задача ужесточается, обостряется, и, значит, цель становится более желанной, более желанной, поэтому обсуждая вопросы строительства фронта, которые идут, конечно, не трудно по причинам, не просто по причинам, которые я раньше называл, значит, выражается самими товарищами как бы некоторое призыв и недоумение по отношению к тем, кто еще не включается, но мы понимаем, что есть причина одна, по которой не включается, потому что попытка, это вот такая уже предпринималась в виде партии трудящихся, и она кончилась в общем предательством, конечно, когда такой момент предательства тяжело переживается и долго помнится, но разве нас во время борьбы на предприятиях не предавали свои же товарищи, мы знаем, что это бывает, значит, надо крепче браться за это сами, вот именно к этому партия призывает сегодня вместе с товарищами по фронту, других еще не присоединившихся, но мы вот просто и пользу случаем, что здесь есть представители докерского профсоюза, просто говорим, ребята, беритесь, обеими руками, потому что вот там сидит человек, кстати, разговаривает, а, не, Степанович, ушел, значит, боевой, значит, офицер, прошедший две войны, значит, но поскольку в политике не участвовал и только сегодня не прикасается, вот у него настроение как у несознательного трудящегося, а что вы не сделаете, а как, а что же вы все это время ничего не делали, ну, тот, кто прошел путь этой борьбы, да, может, она незаметная, не рекламировалась, и, конечно, по телевидению там, чтобы не показывалось, так и таким бы остались бы, но мы-то с вами знаем, что прошли, и непростой путь, значит, поэтому усилиться можно только один способ, брать все в свою руку, политику надо брать в свою руку, тем более, что пока еще, вот в том же Бековском профсоюзе, есть коммунисты в руле, это бы облегчило, значит, и дальнейший путь, потому что мы не просто за фронт боремся, мы же боремся за то, чтобы он был красным, потому что в истории бывали и другие, значит, и единение буржуазии, например, с национальной буржуазией кончается нацизмом, при некоторых обстоятельствах, значит, что не исключено, и не дай Бог, чего бы мы очень не хотели, поэтому, да, значит, боремся и за объединение классовых сил, и за то, чтобы фронт был красным, по-настоящему, поэтому надо бы, наверное, попросить товарища отбросить сомнения, потому что они остаются, они остаются, и, к примеру, ведь, да, допустим, лидер, да, вот он, член Росфронта, значит, он идет, обращается к товарищам, давайте все вместе будем, значит, ну, не шибко пока получается, что-то получается, но, наверное, представлялось, что это будет проще, ну, понятно, что нет опыта политической агитации, они прекрасные профсоюзники, они боевые товарищи, они прошли такое, что есть о чем рассказать, а может, еще не все рассказывать, когда-нибудь после вам будут писать в своих мемуарах, но все равно надо приступать к этой агитации и самим за нее браться, мы всегда рядом, всегда поможем и будем, так сказать, рады, если, значит, вы будете и поправлять, и подсказывать, потому что, конечно, вам, вы ближе к товарищам по борьбе профсоюзной, и как лучше провести идею, наверное, во многом и вам лучше известно, на крайней мере, своих, с наказом предприятий, свои, значит, какие-то условия, свои истории и так далее, здесь искусство уже, ваше. Так, значит, это что касается вот настоящий момент вот этого, этой стороны рабочего движения, да, то есть, собственно, организационной стороны направление по пути проведения политики, борьба за проведение самостоятельной политики и борьба за то, чтобы эта политика была по-настоящему рабочей, политико-коммунистической. Сейчас стоит задача. На пути, вот уже, собственно говоря, к Красному фронту, да, долгое время среди, ну, левого, скажем так, спектра политики коммунистического, там, социал-демократического, среди самих коммунистов, значит, и власть полемика о том, что вот как там, может, все-таки, в Украине она разная, есть там национальная, вроде бы своя, и чем дальше, тем она вроде национальной становится. Ну, во всяком случае, мы же не будем отрицать, что именно самому крупному бизнесу, самому крупному российским бизнесменам принадлежит, значит, это Адолия богатства, значит, которым нельзя назвать мамой. По крайней мере. И еще им принадлежит там много чего. Они строят в Африке, там, где выгоднее строят, да, тоже им принадлежит. Мы же вот не, Ильяна говорит, что вот вывезли капитал там, да, ну, вывезли, да, вот прибыль-то наверное сюда привозят, в всяком случае ей пользуются, хотя может и в тех банках где-то. Это другой вопрос. Но тем не менее, буржуазия русская есть, существует, значит, и надо бы определиться уже потому, что заходят о ней разговор. Заходят о ней разговор о пользе, о пользе, значит, национального предпринимательства и долгое время, значит, вот друг с другом или споры, значит, иногда даже отчаянно жесткие, по всякому случаю, там, не щадящие, смолюбие, там, на страницах интернета или, там, газеты и так далее. В общем, точки зрения, там, противоположные сталкивались. И вот, наконец-то, у нас произошло политическое, я считаю, событие, когда организованная российская буржуазия, организованная Российский Союз промышленников и предпринимателей, а это экономическая организация буржуазия, точно так же, как профсоюзы рабочих объединяются для защиты и проведения своих экономических интересов, точно так же буржуазия на определенном этапе своего становления, возрастания, зрелости, накопления богатства, значит, создают такие организации. И вот, значит, словами Михаила Прохорова, президента группы Аннекси, крупного бизнесмена, значит, озвучены моменты или положение проекта реформы Трудового Кодекса. Вы сами помните, да, как трудно, как сложно для рабочих, да еще не вполне организованных, вести борьбу за улучшение трудового законодательства. Да, просто даже до сохранения тех статей, которые хоть в какой-то степени защищают интересы работников, тяжело. Фонду Рабочей Академии не нужно. Объяснять, он, значит, был инициатором по многому этой борьбы и автором проекта Рабочего Трудового Кодекса. Поэтому очередное нападение и наступление в РАЗИ на права рабочих и трудящихся, права проекта, очевидно, оно заявлено. Оно заявлено. Многие, наверное, читали, я так в кое-каких моментах только касался. Итак, господа, намерены узаконить 60-часовую рабочую неделю. Это значит 12-часовой рабочий день. Нам, правда, с оговорочкой согласия работника, но мы знаем, что сегодня без согласия работника или добровольно принудительно такое существует. То есть, на самом деле, существующая практика эксплуатации, значит, есть желание, по сути дела, ее узаконить уже в законодательстве. То есть, узаконить, в Кодексе. Значит, конечно же, мешают коллективные трудовые договоры и бессрочные, да, бессрочные договоры трудовые. Конечно, буржуази выражают желание перевести на индивидуальные, лучше вообще, когда без договоров, но перевести, получить больше для маневра, для эксплуатации условий, и переводить трудящихся на такие вот формы кабальные. Ну, в том числе, значит, работодатели считают, что если не он направляет на обучение работника, а работник сам делает выбор, ну, в соответствии с теми декларациями свобод гражданского общества, значит, где хочу там учиться, ну, тогда, значит, никакой оплаты учебного отпуска тебе не будет. Сам как хочешь, так учись. То есть, очень-очень классовый подход. То есть, в этом случае буржуазия открыта, не стесняясь, и уже не первый раз, потому что первый раз это в апреле заявляло, значит, это сообщество предпринимателей российских, теперь уже более выстроили, значит, свои требования более стройные, уже, значит, есть фактически перечень поправок в Трудовом кодексе, он разработан, разработан он, конечно, при помощи юристов, и эти представители буржуазной интеллигенции, конечно, соавторы, и во многом авторы, потому что здесь ведь не просто профессионально, так сказать, профессионализм работает по законотворческим, но ведь экономически интеллигенция заинтересована в усилении эксплуатации трудящихся. И не случайно этот союз буржуазной интеллигенции и, собственно, буржуазии. Но, может быть, мы сгущаем краски, может быть, нас спасет национальное правительство. Вы смотрите, какие они приняли перспективные планы, да, говоря таким русским, самым советским языком, декларацию там развития, на 20 лет, 30, 40. И все вроде, и все вроде там хорошо и правильно, и все хорошо и правильно. тем не менее, ко всем этим делам правительство уже сделало такую пробную заявку о том, что намерено отодвинуть срок выхода на пенсию для трудящихся за срок их жизни. А рабочих однозначно, потому что средний срок 50-80 небольшой, средний срок жизни рабочих. Это как посчитать? Кто считает? Кто считает? Кто считает? Значит, поэтому заодно, вы видите, как государство буржуазное действует заодно с национальной буржуазией, значит, и действуют они там. Практически осуществлена программная цель российской буржуазии, это усиление эксплуатации трудящихся. Отметим с вами, что условия, когда, как правильно, сейчас фонда рабочей академии замещают, стоимость, цена рабочей силы не дотягивает и до половины стоимости ее, во многих случаев. Значит, пролетариат, попавший, ну не только, конечно, по этой причине, но попавший из человеческих, вполне человеческих условий и отношений производственных, присущих социализму, условия рыночные, эксплуататорские, да еще и зарплата, они же стоимость их рабочей силы. И пролетариат, надо прямо сказать, утрачивает способность себя воспроизводить. Об этом уже демография свидетельствует, потому что большинство народов это и есть трудящиеся. И когда, значит, намерить, таким образом намерение буржуазии вместе с правительством усилить эксплуатацию, то есть еще более ухудшить условия существования трудящегося населения России, может привести уже к процессам необратимым, то есть гибели всего народа. То есть это просчитывается, просчитывается, хотят они, не хотят, значит, или относятся к пролетариату по-настоящему, то есть если этого не будет, с другой заведем, так и должна буржуазия относиться. Значит, но никто не может исключить для буржуазии войну за рынки. Поэтому эту территорию она рассматривает как рынок, значит, как наиболее защищенный рынок силой государства, по меньшей мере. То есть мы с вами должны признать сегодня, что положение трудящихся ухудшается, и по крайней мере намерены его ухудшить господствующий класс, действуя заодно с правительством. Нельзя этого теперь отрицать. Значит, поэтому роль организации борьбы самих трудящихся чрезвычайно, чрезвычайно важной становится уже просто для жизни всего общества российского. И в этих условиях приходится еще и еще раз обращаться к самим трудящимся, потому что никого и никто за них эту работу по самоорганизации и организации сделать не может. И в этих условиях занимать позицию доброжелательного нейтралитета невозможно. Невозможно. Как бы и чем бы это не прикрывалось. Как бы и чем это не прикрывалось. Я думаю, что те Россоюзные, которые не собираются сдаваться, значит, а как мы видим, значит, несмотря на их генерис вот такой, среди них нашлись, значит, и лидеры, и воля нашлась, значит, не сдаваться, значит, не идти в услужение, во всяком случае, в сознательное услужение к господствующему классу, несмотря на то, что не только какие-то, значит, функционеры, средние руки пытались объединить такое просоюзное объединение и поставить его под прямой контроль там правительства, но и уже сами права, высшие чиновники государственные неоднократно заявляли о необходимости создания такого союза профсоюзов, управляемого, не принимали меры, но, тем не менее, в данный момент вот так в лоб не прошло. Понятно, что не значит, что они своих намерений так вот прямо все это бросили и на самотек пустили. Ничего подобного. Значит, маневры в общем какие-то предполагаются, кое-что видно в этой части. Но, опять же, опять же, мы должны с вами сделать вывод в том, что вот небольшой процент этих свободных профсоюзов и их борьба является той отправной точкой, которая позволит поставить рабочее движение, если будет оно идти, значит, если оно будет вокруг себя собирать другие отряды трудящихся, в том числе неорганизованных на данный момент. Потому что опыт показал, что не выжить. Даже самый... Вот я с некоторыми посольными людьми разговаривал, они честно говорят и признают, что да, не выжить, не выжить в одиночку, мы это понимаем. Наверное, этим обускорено вот это стремление, отчасти даже поспешное, к объединению остатков сил. Мы видим на примере даже самых лучших профсоюзов, как они разрушаются, причем саморазрушаются. Мы не можем сказать, что, допустим, какими-то неловкими действиями, заявлениями каких-то политических партий, которые бы раскалывали единство профсоюза, это сделано, да, не так. В основном профсоюзы, которые так сложились у них, понимаем, что бывает, которые старались охранить себя от всех внешних воздействий и не допускать внутрь никакой крамолой агитации, мы увидели, что они сил-то не прибавляют и в лучшем случае сохраняют численность. Но сохраняют ли они при этом единство на самом деле, еще большой вопрос, но это они сами, кто нам рассказывает, так на самом деле это происходит. Значит, и вот как получается дело, что до сих пор коммунисты брали на себя ответственность за многое, за все, иначе быть не может, значит, за политику. И вот теперь наступает момент, когда за политику вот в той же мере ответственные профсоюзы. То есть те, которые, ну, настоящие рабочие профсоюзы, как хотите их называйте, уже они теперь ответственны. Вот в историческом плане. Поэтому уходить от этой политики дальше нельзя. Это будет предательство по отношению к рабочему классу. Говорю об этом прямо. Значит, и соединить свои усилия во фронте тот, который строим мы, значит, тот, который хотите построить, значит, вы, товарищи из профсоюзов, просто обязаны. Поэтому не сомневайтесь, еще раз, беритесь это дело двумя руками. А у вас их там тысяча рук. Если все возьмете, успех будет непременно. Другого пути нет. Нет сегодня. Все, спасибо. Переходим к вопросам. Пожалуйста, какие вопросы Пожалуйста, Олег Николаевич, имейте сотрудничество. Здорово. Профсоюз защита и РКРП и РФП в этом месте можно сказать. Мы подошли к такому периоду, когда требуется, как мне кажется, для того, чтобы объединить прогрессивные силы профсоюза, независимые движения, в рабочем, выйти с обращением, нашим дружинникам страны и зарубежным нашим товарищам по-другому плагованием о том, что или сегодня мы отставим свои завоевания, не дадим их порушить, или завтра мы будем как с традиционной России по 12 часов ходить и работать на производство там, у кого, для чего. Частные владельцы, так сказать, имеют такую возможность, на производстве такого нет. поэтому наше обращение такое и к ПОТРУ, вопросик к Академии и к товарищам лидерам. И у нас, как уже заявлено, это учредительный второй съезд во фронтовке, там, в общем-то, аудитория достаточно массовая, представительная от регионов Российской Федерации готовить такой документ и везде и всюду обращаться к людям. Готовы вы согласиться, что сегодня 8, а завтра по 12 и будете пока, еще неизвестно, будете ли вы получать больше, чем сейчас получать. Вот такая только. у меня сейчас вопросы сначала. Я сейчас стоп-стоп-минут. Сейчас вопросы, потом выступление, а тут сразу пришли к выступлению, пожалуйста. Дмитрий Михайлович, вопрос простой для них, у вас есть галмутин? Давай, дальше вопрос. Есть, нет. Я сразу на все потом отвечу. Как он называется? Давай. Сразу отвечу на все вопросы. Он у вас сформался. Да. Сейчас вы приходите в магазин. Да. Какой теплый бойчик покупать? Хорошо. Еще вопрос? Ну, пока мы закончим. Закончим? Он очень короткий. У нас это следует. Садись, сейчас ответишь. Значит, когда после эволюции господствующий класс не согласился с тем, что рабочие, организованные обучие под руководством большевиков взяли власть в руки, разуждал гражданскую войну. Перебили все. Все заводы, все железки. Черт твою мать. Потому что война гражданская, она вообще ничего не щадит. Так вот, я вам скажу, что очень быстро, не то, что там какие-то, значит, росты, железки, трактора стали выпускать, понимаете. Рабочий класс может все. Если он будет цепляться за утюг, значит, он возле утюга так и останется. Он будет производителем утюга, он будет слесарем, он будет поддерживать производителя, который будет называть себя не Семенц, А там Иванова, а все равно надо балдеть в Куршавеле. Понимаешь? А тебя будет гнобить здесь, национально, угнетать. Поэтому вот и ответ на вопрос. Рабочи могут все, только если не за железки цепляются, а друг за друга. Совершенно ответ совершенно не на то вопрос. На то. Ты просто его сам не понял. Я очень прекрасно понимаю. На самом деле просто. Мои выступления потом. Сейчас вопросы, пожалуйста. Погодите, погодите, есть вот отличие. Отвечу. Не спешите. Вы просто помните, там есть такая организация, каковы. В свое отношение она к профсоюзу имеет, это раз. Теперь вы сказали, что значит, то, что они регистрируют нас, да, значит, есть те, кто сильнее, они злее становятся, которые деморализованы, то есть есть, кто деморализованы. Мне хотелось бы знать, сколько тех и других. Теперь еще. Не сразу говорить, или вы будете отвечать последовательно? Говорите, давайте посмотрим. А вот когда вы оценивали создание Росфонда, то вы по марксидке подошли или по ... Не понятно, да? Да. Так, теперь по поводу вы здесь высказали предположение, что вывоз капитала в Африку нас приедут. Это ваша загадка, или вы... Это прибой капиталистов, которые туда вывозят. Так, вы наверняка знаете, это ваша загадка? А, значит, все, что знаете, все, что знаете. они совершенно неестественно проходят. Очень естественно. Себя поставьте на место капиталистам, вы везете куда угодно. Давайте завтра. Если есть данные, так говорите? Есть. Есть данные. Да, вы везут, вы везут. Так, теперь вы говорили о предполагаемых маневрах капиталистов, правительства. Да. У вас есть какие-то маневры? Значит, маневры в рабочем движении в Красноярске, да? Конечно, маневры... Какие? Ну, так, я имел в виду маневры правительства по обостановке и под контроль и, значит, под управление тех, которые сегодня не вполне контролируются и не вполне, значит, зависим. Значит, что касается Рокфронта, я считаю, что за камнем вопрос исключительно, по-моему, российский. Потому что значит, точно так же, как в отдельном предприятии и в отдельном профсоюзе вы обязаны, если вы член партии, бороться за идейное руководство этой рабочей организации, точно так же вы обязаны, значит, распространять свое влияние на более широкие массы. А каким образом? Организовать их в борьбе. Точно так же, как сделали греки. Значит, вот и практика показала, что тактика фронта, а это именно тактика. Значит, ну, посмотрите, как это все выглядит. Классовые силы под руководством компактов. То есть, да, можем так себе адстрактно представить. Вот есть ядро этих классовых сил. Они скреплены партией, да, и идеи, и дисциплина, и всем, чем угодно. Значит, сам Паме вокруг себя остальные массы, значит, которые к нему подходят, которые, естественно, вокруг него начинают роиться, интересоваться, значит, он уже ведет остальные массы, понимаете? Вот без ядра нельзя. Вот если есть, есть сам по себе простой, и только на него делать ставку, тогда все будет понятно. про Союз в своей зрелой стадии будет проводить буржуазную политику. Вот так. Значит, поэтому как раз очень по-марксистски и очень современно. Так, теперь еще по поводу вывоза капитала. Ну, пусть, товарищи, поскольку у меня там точных данных нет, я не интересовался, но факт то, что строится предприятие значит, национальными российскими капиталистами за рубежом не вызывает, не косо ли? Не вызывает? Если вызывает, то хорошо, в следующий раз сделаем статистику. Так, еще что-то вы хотели? А, по поводу кто сомневается, кто нет, значит, пока сказняков нету, сомневаются в основном те отдельные товарищи, не имеющие отношения, если мы о партииных идем, значит, о партииных, или, скорее, даже представители других партиях левого спектра, которые сами, в общем, не связаны с рабочим движением, ибо иначе себе его представляют. Но они и не были во фронте. Значит, и в основном вредят. Вот мы точно знаем, что, например, в Греции, по сообщению наших товарищей, всякий раз, когда происходят выступления организованные, провокационные действия и предательские производятся со стороны транскистских групп, которые, конечно же, не входят в греческих рабочих фронт, в принципе, реально не входят. Значит, что касается ВН, какое отношение имеет к профсоюзному? Вот здесь сидит зампредседателя профсоюзного комитета защиты на электросерии Степан Маленцов, и у него есть члены ВН, которые они сегодня отстояли от увольнения, потому что этот парень честно борется за интересы рабочих. Можно иначе бороться, можно публицистически. Разоблачать, кстати, ту деятельность, которую ведет буржуазия, особенно в отношении освещения, расношения истории советского периода жизни нашего народа. Потому что в этом случае как раз, если берем конкретно транскисты, они-то как раз заодно с буржуазией действуют, и они-то как раз выступают против советского периода. А значит, тот, кто идет во фронт и сознательно его поддерживает, тот и есть союзник. Значит, и то, что он не коммунист, ну, от него коммунизма никто и не ждет. А что, в профсоюзе все коммунисты, что ли? Вообще, боже, конечно, нет. Хотелось бы, но ничего подобного. Ничего подобного. Значит, а разве нету рабочих, которые несут в себе реакционные диалоги? Ну, тем не менее, во время забастовки, значит, если они выступают заодно, если этим профсоюзом коммунисты руководят, к примеру, то вот здесь мы все и проверим. Если ты, значит, идейный, допустим, антикоммунист, то ты тогда, если честно, должен на забастовку не идти. Но, как правило, как правило, значит, все-таки здоровая рабочая организация это не мешает единым действиям, если цель поставлена точно и соответствуют они интересам работников. Все-таки его положение в конце концов, экономическое положение в конце концов, значит, определяет его действия. Если, конечно, ему помогают при этом те товарищи, которые еще и политически способны объяснить ее иную задачу. Так. Еще вопрос. Пожалуйста. 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 Чего все-таки видится причина такой пассивности в России? Скажем, с тем же грехом я здесь присутствовал, на встрече, он приехал и пытался все-таки выяснить, в чем тема, почему такое большое количество людей и такие маленькие простоят. Не только в России, но и в странах, которые жили в условиях социализма. Значит, причины есть. Значит, думаю, что они в основном понятны. Во-первых, во-первых, самоосознание жизни есть процесс инерционный, он передается поколениями. Он еще не только в ощущениях в том числе передается. А-вторых, те завоевания, которые рабочий класс приобрел для себя, он еще во многом не утратил. Я имею в виду хотя бы материально. Значит, жесточайших кризисов, которые напалкивали его на мысль о том, что ведь и смерть так может прийти. Значит, ему не удалось пережить. С другой стороны, он пережил такие испытания, правда, в форме Великой Отечественной войны, они наиболее, так сказать, свежи в памяти, но наиболее памятливых людей и поколения. Значит, говорят ему, что он и не такие жертвы приносил, но и цель была. Да? А мы все это должны с вами признать, что господствующая идеология в обществе, в том числе среди рабочих сегодня, не коммунистическая, и поэтому цели достойных таких, за которые и под танки, значит, сегодня рабочий класс не имеет. Поэтому ему необходим теперь будет опыт борьбы. Длительный ли он будет, насколько длительный по времени, неизвестно, не предсказь, но, значит, опыт борьбы ему необходим, хотя вселяет надежду опыт тех, которые прошли вот этот путь. Некоторые вообще очень быстро, несколько лет всего, которые пришли уже к осознанию необходимости проведения самостоятельной политики. Все зависит от условий. Вот попал в условие борьбы, очень быстро понял. Еще не все, но уже так, что можно двигаться вперед. Поэтому я не считаю, что наши обучи пассивны. Я считаю точно, что он цели не видит пока. Значит, он ее не сформулировал. А, значит, он к чужим подсказкам в данном случае пока еще относится с недоверием. и поэтому судить о его пассивности я не могу. То, как работает рабочий класс, он работает, я вам скажу, там пассивности нету сил у него есть. Правда, она правильная пока на железяке. Только политическая пассивность, я считаю, что более всего она захватила самих членов партии. Она пригибает, она тоже действует. Если человек все время в состоянии борьбы без победы, вот 20 лет, вот так вот, да, она начинает пригибать, появляется пассивность. В чем она проявляется? А в том, что наиболее неустойчивый или менее сознательный элемент партии, он начинает еще дальше отдаляться от рабочих. Он его обвиняет, что пассивный, а на самом деле это он уходит далеко, а задалека вообще ничего не видно. И кажется, что ничего не происходит. Происходит. Но видно это только изнутри пока. И если бы вам довелось, например, как нашим товарищам защиты заниматься агитацией внутри, они видели, не столько там пассивности, сколько пока предубеждения и агрессивности, если говорить о политической агитации, можно встретить. Ведь человек просто не меняет убеждения. Один раз уже поменял жизнь, теперь же надо обратно поменять, ничего себе. А без борьбы это невозможно, а на борьбу поднимать сложно. Почему? А потому, что еще осталось много чего от советской власти. Вот целый комплекс проблем. Но все они связаны, и главным образом с тем, что мы жили в других производственных отношениях, они в нас впитались, мы через них все это преломляем на сегодняшний день и неадекватно бываем. Это я уже говорил от имени средней, не особо осознательной, не особо просвещенной политической массы рабочих. Но я нисколько не сомневаюсь в том, что только они сегодня еще не вполне созревшие политически, способны и цель увидеть, и самое главное к ней начать движение. Без них как хотите рассуждать. Достаточно за час, Олег Николаевич. Ну, не рассуждено. Давай еще выступить. Давай еще последний вопрос взять. вопрос. Вы думаете про союз защиты. Вот сколько вас сетях надо сделать. Оно было хиле. Что вы представляете союз защиты? А вам зачем? телефон звонит, приезжаю к автомашизу сетях телефон это Василий и Молодой вот это и варень нет того, что хочу. Да, пенсионеров не принимают. профсоюзов ну, что делать надо. Человек, который на заводе работает. Девушки, сейчас будет парень молодой работать, а он вот парень молодой уже имеют наберение организовать ячейку и мы ему помогаем. Профсоюз это мы рабочие. Вот если мы его создаем значит он есть. Если не создаем значит его нету. Ну, как вам показать? Это же не выставка это же не витрина магазина политического или там магазин профсоюзов. Пришел а там вот это нет тут дорого большие износы тут поменьше куплю пожалуй вопрос о чем если пойти например за басту это все понятно массовое политическое давление на систему и так или значит он работает а ему деньги не платят 3 месяца это что мы собираемся здесь а ему помочь а он говорит а мне не платят на работу он приходит куда приходит к нам приходит правильно вот ребят я не знаю где он там работает он там организовал молодец организовал еще и пацан нет он уже хочет вот и бумага есть не заплатите денег от работы не заплатите потому что вы найдете переходим к выступлению кто кто желает пожалуйста представься если кто Я по поводу ОВН все-таки вернусь, я знаю, что организация как бы разная, причем у нас органистическая. Поэтому мне непонятно вот это объединение, это организация, которая защищает интересы, причем активность защищает интересы какого-то рабочего, я считаю, что он случайно, слабый дождь. Разберется, я думаю, что уйдет, если будет кому-то уйти. Теперь, значит, по максимуму я к этому понятию вернусь. Ленин рассматривал это понятие применения к выборам в Думу. Вот он говорил, почему мы байкотировали Думу вторую, да, и почему мы отказались от байкота третьей Думы, если вы помните, да? Нет, вторую и третью, ну так было. Вот. И почему отказались байкота третьей Думы? Именно классовый состав этой Думы. Если вы помните, что в состав третьей Думы входила буржуазия. Буржуазия на тот период была движущей силой. Она была по-своему активна тогда, и она помогала рабочим по-своему проводить те задачи, которые ставились рабочим представителям в Думе. Сейчас в Думе нет вообще никого из попутчиков, трудящихся вообще в России, правильно? Попутчики, попутчики могут быть, могут быть. Попутчиков лучше, да. Вы прекрасно, вы сами приговорились, приговорились по СРФ, правильно? Не-не-не, насчет «сами» не надо, да, давайте дальше. Мы сами, мы сами говорим, постоянно их критикуем, хотя в Думы не пропустятся однозначно. Теперь по поводу, значит, выводов капитала в Африку. Вот что касается вылета, еще, я свяжу сразу с вашими заявлениями, по поводу национальной буржаде. Вот. Значит, и сослались еще на план социального развития. Я правильно поняла, до 20-го года вы эти имели в этот план? Ага. Вот. На прошлом занятии как раз этот вопрос поднимали. Вот. И этот электор тоже сослался и дал положительную оценку этому плану социального развития. Вот. Товарищ, который выступал против этого заявления, только Константиновна, она как раз доказала практически, что план социального развития, где, чем положительно оценил электор, что там, инвесторы будут инвестировать в бюджет. Так вот, инвестиции, которые там и планировались, они шли только на заработную плату. Почему я говорю, шли? Потому что Ольга Константиновна сама занималась аудитом на двух предприятиях. И как раз именно этого, это она и обнаружила, что инвестиции шли только на заработную плату. Все остальное шло туда, откуда, где они были зарегистрированы. Точно так же национальная, так называемая, национальная журнадия. Она здесь проживает, но извините, где она будет регистрировать свои вот эти предприятия, это еще вопрос. Поэтому неизвестно. пройдут ли эти самые прибыли в наш карман? Так, теперь... Значит, бюджет, а у нас самый последний. Да. Ну и теперь еще по поводу пассивности. Вы, по-моему, не очень широко раскрыли причины пассивности. Вот, во-первых, широкая пропаганда буржуазная, антикоммунистическая, причем она ссылается на опыт именно строительства социализма в стране и берет она самые худшие периоды последние, особенно вот начало перестройки, которое, в общем-то, считалось еще с периодом социализма, и этим очень спекулирует. А что касается нашей пропаганды, она у нас очень-очень слабая. Более того, в газетах, когда вот в последнем номере меня вообще шокировало, когда я увидела статью о Зое Космодемьянской, когда мы ждали, будут лозунги, будут какие-нибудь статьи сильные о революционных событиях, о революционерах. Здрасьте вам. Почему-то Огорь Космодемьянской. Никто, в общем-то, не хочет, то есть я не хочу сказать, что порт или нет, но тем не менее пройтись, это в русле уже установки правительства идет. Потому что правительство парад устроило, и в нашей газете это уже сам. Поэтому я не удивлюсь, если рабочий будет проявлять недоверие коммунистам. Есть основания к этому. Тем более 20 лет партия, простите, неизвестна была в городе совсем. Я с 2000 года распространяю газеты на предприятиях. И хочу вам сказать, я сколько не спрашивал, знаете ли я о такой партии, в которой вы говорите, у тебя нет, даже в такой группе не знаю. Я распространял на 5 заводах, и на 5 институтах. Я просто и говорил, что мало агитатов, мало пропаганды водилков. Теперь, значит, что касается недоверия коммунистической партии, тоже очевидно ОПНС продолжается. Теперь, значит, что касается разобщенности. Во-первых, пропаганда буржуазная так велика, что она, в общем-то, уже до 25, уже почти 30 лет идет буржуазная пропаганда. И, в общем-то, население уже приучено к индивидуализму. А это, в общем-то, как раз крайний индивидуализм буржуазии, буржуазного общества. Абсолютно. Теперь, значит, еще, что характерно именно для нашего российского рабочего, и вообще советского рабочего, это то, что надежда на войну. Раньше это буржуазная война. Раньше это была буржуазная советская. И вот эта вся надежда, она, в общем-то, очень-очень пока сильна. Сильная надежда на то, что вот правительство пойдет, вот приедет парень, сами знаете, что будет. Ну вот пока что. Я хотел бы сказать, что доклад, который делал Владимир Николаевич, он, во-первых, он такой честный и искренний доклад. Он поделился с нами своими размышлениями. Я думаю, это очень полезно. что, а, во-первых, руководит рабочее движение коммунистической партии, это факт. В принципе. И, кстати, эта партия не оправданистическая, и не ревизионистская. Эта партия, во-первых, преддает на ключевую революцию, которая состоялась у нас в России. Раз. Она преддает истинное изучение Марта, соединяется. И Ленин, два, три роли Сталина положительно в целом оценивать, хотя отмечали там действия ошибки, с которыми можно согласиться. И надо сказать, что эта партия больше всего делает для работы с профсоюзами и с профсоюзами. Если раньше она, скажем, можно сказать, треть охватывала влияние к профсоюзам, то сейчас она получила, можно сказать, первое место. То есть она стала ведущей силой, и не так, чтобы она где-то привлась с этим, что у нас не получается, а что у нас странно-панаболер охватывает, а другая часть работников, чем другие профсоюзы. И поэтому я думаю, что вот то, что сейчас получилось в том партии Грекции, что она сумела на Восток вывести такие большие массы людей, которые, так сказать, уже представляют свою крупную политическую силу. Я думаю, с этим надо посчитаться, и вот в этом смысле, я думаю, совершенно правильно, надо готовить участие и нам этим воспользоваться. Как мы этим можем воспользоваться, как это лучше нам делать, чем нам наши условия и нашей практики. Это уже, ну, вопрос действительно для обсуждения. Но мне кажется, именно этот вопрос нужно было обсуждения поставить, чтобы они не поставили. Я действительно отметил бы два момента, которые вот тоже представляют подумать. Вот я, например, рассказывал о том, что вот эти самые новые профсоюзы, которые появились, это школа капитализма. Я бы не согласился. и согласился потом за все причины, что когда бывает школа капитализма, то удаление почему-то делает на второе, на второе слово. А удаление, мне кажется, надо делать на первое слово. Что профсоюзы, это не коммунистическая организация. Совсем. Идея это вообще не организация единомышленников. В профсоюзах мы тут обсуждали, а во чем там был, кто-то оказался из-за другой организации. Антигумуристы могут в профсоюз? Конечно, могут. Что-то в Рациональном союзе союзе союз работников одной профессии. Если кто-то хочет иметь единомышленников, вот это есть партия политическая. Вот тут, конечно, союз единомышленников. Тут не может быть. Если у него другая совершенно оппозиция политическая, идеологическая, надо с ним расставаться. Или оттуда уходить. А профсоюз, если вы владеете единое коллективное действие, в интересах рабочих совершивших, то совершенно неважно, какие мы там взглянем. Все ли такие, завтра другие. Рабочие, скажем, очень другое. При этом, так сказать, не коммунистическим взглядом, коммунистическим. Потому что здесь надо понимать вот эту школу коммунизма. Слово коммунизма. Коммунизм означает не коммунистическая партия, а коммунизм означает просто общее. Если они сообщают родцы за дело, и сообщают, что выступают за общие интересы, они в этом смысле, вот, сделают такое действие. Действие общее. И в этом смысле. Оно публистическое. Выбирает всему общество. А другое дело, что это первый итог, это итак. Школа. И люди как бы делают триста. Это наоборот. Вот те вопросы, которые умирали, которые сейчас представляют собой, они как раз вот оказались во многом школы капитализма. Потому что там, так сказать, такого коллективного действия-то меньше всего есть. А там есть люди, которые заплатили старую процедуру собственную, ее никто не одобрал. Там сидят, так сказать, собственные релокеры, и они оплачивают дальше пациентов, пансионеров. И эти вот, так сказать, альбингасы, Канадыровские, они душат, буквально открытые дворы, вот, так сказать, борьбу. И вот можно сказать, что одна из причин пассивности рабочего класса, что, вот, так сказать, огромная настройка на Курьеровской подчиняет рабочий класс, чтобы все эти логические и интересы уразить. Причем наверху совершенно определенная спалька. Значит, товарищ Исаев, который является секретарем именно на Курьеров, В banker, входит СтранsyION Совет Славきた Врика России . body internship, да. Итак, Москов… «Марков не входит, морщик не входит». «Ну зачем же марков? Когда есть второй человек, то вы входит». «Но же церковь, которые сами говорят». «Я не знал, что это». «Вот, вот». «Поэтому это, конечно, приводной библиотеки». «А вот то, что сейчас происходит, мне кажется, когда он скажет, что мы уже развязываемся, что мы входит, что создаём такой фотошечный фронт, подвижаемый фронт». «Ну как, во всяком объявлении, есть противоположные течения». «В это же самое время, когда, вот, присущённо, правильно, идёт эта очень полезная и необходимая работа, в это же самое время, наши противники, классы, что делают? «Он, предъедет выбору, обучивает всё, имеющийся, что это не движет». «На единственное веселье, здесь присутствующих, значит, хотелось уже с ним спросить, но прости. Что же он возглавляет? Известный предатель, так сказать, профсоюзного движения, Кимадов, который, 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 библи, библи, библи в Думу, наши товарищи склада, на корпорации с единства. Когда его доделали, он, до этого он поддерживал профсоюзный проект, руководитель, проект фонд «Рабочая позиция». И предъедет, и канал подписывался, что он, ну, за это и так далее. Как-то он попал в Думу, он стал выступать за правительственные проекты. И вот на совете, как в своем году я спрашиваю, какой из этого вообще-то, вы что подписали, что это означает, как вы объясняете? Он говорит, ну, я когда вот в СОП Думу, я был посоюзный человек, а когда это в СОП Думу, я стал государством, государственным летом. И вот этот человек, вас говорят, он, Тихо Маслурен, президент, не не металлокоза, а предательство, не вешать все. Не всякое металлокоза предательство, но всякое предательство металлокоза. И вот этот человек сейчас возглавил в Союз по Союзу России. Значит, я предполагал, что, ну, начнет опучивать справедливая Россия. Нет, это, значит, еще и не в России. Мне показалось мало, потому что она опучила фоноприар, она еще опучила пивы. Туда попал в Союзе Рендарова, в Союзе Рендарова, в Союзе Моряков, в Союзе Моряков и стал заместителем, а не заместителем он называет, саш, генеральным семейдарем. Союзе Рендарова в России. А президент, этот самый Иванов, чего ждать от этого объединения. И туда попал вот этот самый, в Союзе Адамативный, бригад Рендарова, в котором, между прочим, выступление делал и положиться на Мире не разу. Хотя председатель никогда такой какой-то прочностью, ясно, не отличался. Остается еще одна неопученная часть. И вдруг наши товарищи на том же самом свете, на связи защиты труда, дружно им предлагает, товарищ Шейн, а товарищ Шейн, где находится часть? В Киеве России. В Киеве России. Что срочно нужно обладать. Куда? Предложить часть, которая зашла, зашла, куда? КТР. КТР. А чем вообще обладает КТР? Да ничем, кроме того, что туда часто повозьло мрак, обладать положительные инвесторы. До этого там пустые люди были, пустые и какие-то дети. И в том, как срочно надо говорить, и вот уже состоялось теперь подведение. Уже, прошло уже время, уже состоялось. Уже, как бы, ясно, значит, вошла, вошла. КТР. Не объединение, а вот и вошла. Значит, ну, с точки зрения формальной, это ничего не означает, потому что что-то было конфедерацией. Конфедерация этого, так сказать, если мне не нравится решение конфедерации, друзья, и для него и уходят. Ну, я вот разговариваю с Павелевым, и говорю, что он себе разговаривает. Вы, конечно, так и надеетесь на вот этот формальный момент, что вот была федерация, это прочное, так сказать, решение, точнее, обязательное. А в этом федерации вы туда уходите, и там, мы там предложили на основе программы, если мы здесь, по крайней мере, чтобы это было, а не неизвестно, как усиление, чтобы какой-то защита была от сползания, не ту сторону. Ну, я знаю, это большая точка, не является, подпишутся, мы эти люди под любым конкурентом, признают совместно все, что угодно. А я вам говорю, что, Леонидович, вот заплатят деньги за то, чтобы люди приехали на какое-нибудь мероприятие большое, на большой курал, на большой смесь. Так, железную дорогу оплатят, а оплатят гостиницу, и оплатят обеды, как сделал товарищ Шейн, вот так, стоим по скарпасирам, скарпасирам, организация, подсоюзная, съезда этого самого защиты. И потом, Леонидович, как не раз было, там, что они не разберутся, потом, вот, просто, шейн, который, после того, как он рвался, губернатор, или мэр города, он, значит, был в прострации, а тут вот такой решительный, прям, рационар. Все, все, срочно, сейчас бежит, бежит, и, как получил решение, обхождение, и уехал. В Москву, а вы можете там, да, парк, обедать, вот вам двойная порция, все, что угодно, это был очень прозрачный. Ну, Шейн, кого вы сейчас представляете? Парклю какую? Нет, это вы, с вами, с вами, с вами, с вами работодатель, ну, знаете, работодатели, ну, значит, вот эти, значит, хорошие наши все друзья, и мы с вами вместе, вот он тоже, вот, рейтинг-кач, вот такой красительный, он образуется. Тут, значит, другой ремонт фронта, конечно, сделать. А с той стороны, получается, буржарный фронт куда-то отраскивается, в те профсоюзы, в которые входят наши, вот, самые, так сказать, близкие, родные, поэтому я хочу сказать, что ну, мы же должны быть в очень-то действительном отношении. Очень, и не сказать, что вот, это опасенность, а тут, вот, ну, так сказать, идет большая вот работа, политическая. И, конечно, для того, чтобы, ну, селось, сюда, тащить, буржарный фронт. И уж если мы, в этом действительно, историю, и уж сейчас, и, ну, если, всталаемся там, на тоже, сажаем, на Отечественную войну, ну, а кто же воевал, кто сюда пришел, что-то, ариарты, что ли, на танках приемли, или, на самолетах летели, ариарты, ну, шторвал, нет, это коробки, потому что они рабочие, Поэтому эти вещи будут такие очень непростые. То есть надо сказать, что условия у нас очень трудные и тяжелые. И поэтому один из факторов, который мешает создать объединенный фронт рабочий, фронт раны, который на интересах рабочих, состоит в том, что в России очень активно создает пряпку полоски. Фронт в том числе и с того же самого строительного материала. Тех же самых людей, кстати, национально совсем другое. И, к сожалению, это и удается. И где-то наши товарищи спокойно так к этому относятся. Я, например, никак не мог понять, я присутствовал на этом севере. Ну а почему так побежали, да, бегом туда? Что там такой сладкий такой? Зачем вы туда побежали? Вот надо вон вступать туда. Вот зачем? Ну кто такой сейчас в шее? Я-то его хорошо знаю. Я у него помощник, у него был опыт. Я его прекрасно знаю. Как он вдруг во главе партии труда вдруг храмнул, так сказать, побежал. Ему нужно стать губернатором. Чтобы шапки накрыли, то все равно партии труда идут и удалось с ним. И поэтому, так сказать, партии не стало, но, как вы, вот, все-таки облагородоваться. Ну вот я хотел бы на эту проблему тоже обратить внимание, что это, так сказать, не просто пассивность, а тянут рабочий класс туда и туда. И надо сказать, что мы двое пытаемся рабочий класс, так сказать, оттянуть к тому, чтобы он собрался, за свои интересы боролся, а буржуазии пытались его активно оттянуть, чтобы он боролся за интересы буржуазии. И причем тот же самый Сайл сделал очень сильный жест, совсем не дало вдруг в брошен сейчас в Думу законопроект против аутсорсинга, за закрытие аутсорсинга. Это сам положительный законопроект, безусловно. Точно в защите трудящих. И что этот друг? Вы верите, что это искренне для защиты трудящих, что все разбросило, чтобы его Сайл. или для того, чтобы достать в этот самый фронт свой, а что через Кимовский Союз. На него, то есть, я не умру, они от этого, от того, что не будут, а у кого все остальное, но вот, и кто-то в Европарии, сам подтянутся. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо, Михаил Васильевич. Я хочу сказать, что, конечно, Олег Николаевич очень любит этот серьезный вопрос, очень сложный, и я думаю, что это очень хорошая у него лекция, и хороший очень доклад, не надо его протирать и поблагодарить. Ну, Олег Николаевич проще заключить на слово. Олег Николаевич, сейчас съезды, ответить. О, нет, Олег Николаевич заключить на слово сейчас. Я, наверное, можешь хоть не ответить? Да, вожди ответить. Какой? Что, съезда Росфонта? Да, не Росфонта, а Росфонта. А, значит, да, собственно говоря, сейчас подойдем. Ну, сначала ответим на вопрос у товарища Григорьевой. Значит, АВН, как буржуазно-националистическая организация, в Росфонт не вошла. Входит отдельный член. Значит, далее, ну, я бы тоже считаю, что не приверживать буржуазно-националистические организации. Но если нам удается из этих организаций лучших привлечь на свою сторону, я только за. И, между прочим, есть очень положительный момент сегодня ответов. Вот сегодня, значит, транскисты, они многочисленные активные и болтливые одновременно, особенно там, в интернете. Значит, если бы они изнутри нам сейчас это вот устраивали, а мы уже имеем опыт, они заболтали не одну рабочую инициативу, то было бы просто тяжелее. Так что, вот в данном случае, если это конкретно, положительно, но, понятно, фронт не партия. И там есть определенный идейный компромисс в целях рабочего класса на данном этапе. Так, что теперь? Есть программа, которую они признают. Понимаете? Если они вступают в Росфонд, они признают эту программу. Читайте. Так, теперь улучшите, усилийте, плохо, тяжело, совсем тяжело и просто невозможно тяжело. Значит, это только до тех пор, пока не начинаешь с рабочими вместе делать какое-либо дело. Вот только до этого момента. Тогда получается тяжело, но виден свет в конце тоннеля, и вы видите, как люди один за одним становятся в эти ряды. Это вдохновляет так, что я вам, ну, честно вот скажу, то, чтобы хотя бы раз у кого-то хоть получалось, никогда не забудет это ощущение. Это что касается эмоций. Потому что ваше выступление в основном на эмоциях. Значит, фронт не пропустят. У вас, конечно, фронт не пропустят. Вот это настроение возникает, когда есть тайная надежда, что пропустят. Потому что у нас такой тайной надежды нету. Конечно, не пропустят, но вынуждены будут пропустить, потому что силы собираются, они будут, не считай, складываться. Но если попытки будут все более настойчивыми, значит, на сверсту в этом случае борьбы, даже вот такой протокольной, оно все равно будет приходить. Значит, и будет осваиваться самими рабочими, и для них будет не проблема бороться с этими, значит, бюрократическими правовочками. Всякий вопрос решается силой. В том числе участие в парламенте, борьба за правство, значит, решается силой. Ее нужно накопить, прежде всего, в рабочем классе. В том числе, значит, борьбой за такую форму организации, которую мы предлагаем. Что касается, надо ли бы в парламенте этого сфера, как бы, вы уж какую-то слышали, значит, Владимир Владимирович Ленин уже после победы революции и после эгоистической войны когда буржазия уже очень-очень созрела, стала уже реакционной, и устраивалась стала мировая война, говорила, а говорил Владимир Владимирович в Садом Гадрово на втором конгрессе коментарно, товарищи дорогие, ваша обязанность бороться за то, чтобы у вас была фракция, потому что рабочий в теории не проймешь. Рабочим нужна практика, в том числе практика одностоятельной политической борьбы. Значит, прежде всего в парламенте. До тех пор, пока сколько-нибудь значительной массы все еще идут за попами или за парламентом, вы обязаны быть в парламенте. Так говорил Ленин. Поэтому мы и этому исследуем, значит, выводу, который сделал Лич вместе с партией большевиков в результате победоносной революции в совершенном деле. Так, теперь, значит, по Михаил Васильевич, значит, спасибо за высказанные соображения и замечания. Я предназначу, что в мягкой форме вы могли бы изучить, я понимаю. Но, значит, когда я говорил о генезисе и говорил о том, что они стали школой капитализма на определенном этапе, имеется в виду свободный процессоризм, я, пожалуй, все-таки наставил, что именно так. А вот теперь, значит, наступает момент, а для некоторых уже он раньше наступил, значит, перехода к школе. Ну, в школе в любом случае, да, потому что в профсоюзе, если он борется, учится, учится бороться. Вот не случайно же там, я не знаю, докера не рекламируют. Так что, вот, труднее его знать. Но, вот здесь, здесь, правда, занятия проводят, но, значит, здесь недостаточный круг, это очень узкий круг. По крайней мере, рекламой учебы занимается МПРА, это точно. Значит, мы знаем, что семинары, они, значит, постоянно устраивают, там ездят, и, значит, потом у себя проводят, и на это делают ставку. А содержание учебы есть органайзинг, значит, в основном, значит, в организационной работе они учатся, это понятно, но вот уже присматриваются к политике, как где-то проводят. Недавно ездили в Грецию, смотрели, как там МПРА, это было недостаточно, надо им более представительной делегации туда ехать. А самое главное, побывать на событиях, собственно, тех, которые происходят, и которые их видно, во время забастовок, их массово. Хорошо было бы. Вот, поэтому, конечно, вот сегодня переходим, и они вынуждены переходить, потому что там честные ребята. Вот я знаю, вот это вот среднее звено, значит, бюрократия, понятно, там Куликов там, да, негде печать оставить. Ну, допустим, те же ребята из РПВБЖ, там немного, там, пальцев хватит, там, по двух руках считать, активистов, да, а здесь это просто честные и преданные ребята. Они честно прошли свой путь, и самые лучшие из них пришли и в партию. Это закономерно. Поэтому, да, и школа коммунизма теперь уже совершенно согласен. И вступает, наступает этот момент, наступает. Значит, конечно, а буржуазия ведет борьбу и правительство, или руками правительства, конечно же, ведет борьбу за окучивание профсоюзов. Я не стал подобно рассказывать, потому что как-то раньше мы это суждали тут на партийных соображениях. Это союз, так называемый профсоюзов России. Конечно, это волнительное дело, и, значит, с партией никто не советуется, значит, напротив действует против партии, против коммунистов в этом случае, безусловно. Значит, но это еще и говорит о том, что и состояние даже в защите, да, умов там, в условиях, когда нет больших успехов, когда нужна поддержка товарищей, когда всегда есть тяга к объединению, а тут предлагают, приходят, и такие ребята, они слабые, там, уже в ТРА, там, да, там, ну, единство, пожалуй, только история, как узнал, так хороша. Но, и, говоря, опять, значит, современный, наиболее, профсоюз, с самого нового времени пришел, ну, если бы обуславливаться, чисто психологический момент, а, что касается, значит, борьбы, безусловно, безусловно, существует, и показывает, что еще, не, совсем не коммунисты руководят, это факт. Ох, или хорошо, значит, это ведь не серьезный разговор, пока не удается, ну, скорее всего, но, даже, вроде бы, свой, да, свой создавали, профсоюз, защита, но, во-первых, за это время, защите, прямо скажут, не удалось, не расти приличный вычительный состав, а старые силы во многом истощены, это надо признать, а новые ячейки во многих случаях создавали не коммунисты, и даже противники коммунистов, знаете, то есть, да, разбавленный состав, и предательство было, вот на нее, на мыском, там, просто, значит, все следят, но и влияние определенное есть, и со стороны справедливой России в профсоюзах, я знаю, что, ну, и не только, где-то завод, но и у нас есть, в наших близких нам профсоюзах, вместе лидеры и являются членами справедливой России, проводят они свои политики, проводят, им проще там, проще, да, но это, впрочем, не умаляет, значит, нашего, здесь, поделенного отступления и поражения, я признаюсь, да, значит, есть такой момент этой борьбы, но нельзя, мы не можем идти против, значит, вот этого, вы же сами видели, что все-таки это желание было, к сожалению, созрело, такое, настолько созрело, настолько вот это жарко объединиться, у нас субъективно, у нас хочется усилиться, что, если это был противник, то противник верно рассчитал, что первый же призыв к объединению будет воспринять положительно, мы от них ушли, верно, прошли от них, кто кого-то уважает, кто кого-то уважает, кто кого-то уважает, то есть, есть аргумент силы, вот есть ли у Эдмонова, значит, определенная, естественно, боевая организация, да, и авторитет, это аргумент силы, не хочется считаться. Так, еще раз, я думаю, что вот если бы Духеры взяли, так сказать, свою позицию, взяли правильную, взяли, мы бы были в другом положении, потому что, в конце концов, все равно все решает рабочий класс, но рабочий класс все решает, ну верно, поскольку займет в позицию, так и будет, ну да, можно сказать, говорить-то правильно, неправильно, не дайки тянули, а может, не созрели, такой политики, очень тонкой, кстати, в Союзах, это непростая, это не, не, а витинге орать, да, флагом размачивать, надо ехать на партнер, ну, я вам серьезно, значит, теперь по поводу, по поводу, просьба я уже к нашим товарищам ученым, вот в связи с тем, что появляется вот это вот намерение, декларация, и программная цель российской буржуазии обозначена, значит, и не обозначена моментом, по которым они будут наступать, значит, обратимся опять же к опыту ПАМа, когда здесь были товарищи, я не спросил, а какие структуры или отделения занимаются во фронте вот разъяснительной работе, у них ведь, по крайней мере, то, что мы читали, значит, всякая какая-то подготовка к акциям, забастовкам начинается с очень подробной разъяснительной работы, причем она ведется повсеместно, и надо учесть еще состояние производительных сил в Греции, когда практически отсутствуют крупные предприятия, то есть приходится и по месту жительства, хочешь, не хочешь, это все делать в значительной степени, ну, и на предприятиях, конечно. Так он сказал, что у нас такие отделы, которые разъясняют политику, ну, прежде всего, реакционные шаги, которые предпринимают или намерены предприятия, это рабочие отделы. Так, ровно говоря. Так вот, эти рабочие отделы есть и в партии, и в ПАМе есть рабочие отделы. Их задача, значит, на пальцах вот так, так объяснить, значит, реакционность какой-то меры, значит, чтобы на пальцах каждому несознательному даже было понятно, что вот это нехорошо и против этого выступать решительные сообщения. То есть, ну, вот, например, там, действительно у нас, да, вот сейчас удлинение рабочего дня. Понятно, что удлинение рабочего дня идет по перезаработной плате. Значит, то есть, популяризация вот этого массового положения, она вот тоже, так сказать, вот разъяснена, значит, с расчетами и так далее, осовременить, максимально и популяризировать. Дальше, к примеру, расчет разницы цен и реальной стоимости на ЖКХ, да, вот услуг, которые там у нас в листочках каждый месяц приходят, вот очень нужно. Вот насколько, значит, обманывают, ну, все-таки есть стоимость, да, какой-то услуги, а есть цена на нее. Я на немеряная, потому что растет, как в какой-то там сумасшедшей скорости. Я уже получал предупреждение один раз. Значит, в связи с намерением правительства все там узаконить то, что кто три месяца не платит, суд и вперед на усиление. И там все эти введения всех этих счетчиков, это все об этом, это о повышении квартплаты. Речь идет. Поэтому вот здесь тоже надо бы, значит, товарищи экономистов, вот, чтобы они вспомнили свою, значит, первую профессию, на которой учились, чтобы они нам помогли вот эти дела делать. Давайте попробуем. Давайте попробуем, потому что есть трудности, значит, и у самих агитазов, они не всегда компетентны, и не всегда так могут это все дело сделать, да, рассчитают. А товарищи, которые там из профсоюза, ну, то все время нет, потому что у нас освобожденных нет, к примеру, в защите, а перегрузка там просто колоссальная. Просто удивляюсь, как они все это еще тянули. Поэтому вот такая просьба, значит, Фонду Рабочей Академии вообще ко всем экономистам, которые у нас в партии, возможно, узнаете, а вот притаились и не признают. Только в бухгалтерские отчеты раз в квартал задают. Ну, это слабо-лазо. Слабо-лазо, я помню. Все, спасибо. Так, ну, я хочу поблагодарить Олега Николаевича, полтора часа учиться, интенсивнее. Занятия, я думаю, то есть в частном порядке потоков. Значит, следующее занятие у нас восемнадцатого, и неизбежно.